Вопрос второй. У Евгения Ильмова из Санкт-Петербурга, тренера, воспитавшего нескольких чемпионов мира, подход к общению со своими учениками заключается в неком непривыкании к ним. На соревнованиях Евгений ездит в другом вагоне. Суть этого в том, что иногда жизнь вносит свои коррективы. И ученик бросает тренировки и уходит по ряду причин. Я понимаю его. Это больно. Это как отрезать кусок сердца. Ты отдаешь все от себя. Я тоже от таких моментов очень сильно переживаю. Становится пусто внутри. У меня, если брать мою школу и меня лично, у меня подход совершенно иной. Потому что для меня самое важное все-таки это близость с человеком душевная. Когда она есть, я могу человеку помочь, подсказать. И он ко мне идет как самому близкому человеку к другу. Представьте себе сами, что есть просто люди какие-то, с которыми вы тренируетесь, а есть ваши родные. Естественно, что вы расстанетесь с простым человеком очень легко. Но с родными это расстаться практически невозможно, потому что это те люди, которые близки с вами, которым вы нужны и которые нуждаются в вас. У меня очень большое количество учеников. Если брать душевную часть, душевную сторону нашей жизни, берем неспортивную, то именно это мне помогало удерживать их. Именно это позволяло им приходить ко мне с любыми жизненными вопросами. А так как я старше, опытней, то естественно я всегда своим ученикам и ученицам отвечал на те вопросы, которые они мне ставили. Ну и следующий момент это семья. У нас получается семья близкая, люди друг друга уважают, любят, относятся совсем по-иному к друг другу. И естественно в семье люди совсем по-иному идут в своем жизненном пути. Это, я думаю, понимает каждый. Поэтому, возможно, кто-то использует другие методы. Но для меня самое важное – это близкие люди, семья, которые готовы отдать все для тебя, а ты готов отдать все для них. Поэтому, скорее всего, я и смогу почувствовать вот эту маленькую тоненькую ниточку человека, которую нельзя взять и почувствовать, когда он просто с тобой общается или просто ходит тебе на тренировки. Да и сами представьте себе, разве вы можете человеку неблизкому посвятить то, что у вас на душе накипело? А если ученик этот тренеру не посвящает, то как я его подготовлю к высшему старту? У него проблема, может, с любимой девушкой, он стесняется об этом сказать. Эта проблема его гложет. Я могу ему посказать, и мы вместе плавно сойдем с этого момента. Но если он со мной неблизок, он никогда не скажет мне, я только буду видеть, что он тает на глазах или вообще просто хочет уйти. И я считаю, что в моем тренировочном процессе, в моем воспитании душевность и семейные отношения – это то, что держит мою школу. Спасибо. Спасибо.